Сегодня в Телефоруме мы поговорим о том, что такое научная школа и как она объединяет ученых для совместных научных проектов и деятельностей. Итак, сегодня у нас в Телефоруме очень важный для Владимирского научного сообщества гость, который сегодня посетил наш регион. И я с удовольствием вам представляю заслуженного деятеля науки РФ, академика, члена Президиума Вольного экономического общества России, доктора экономических наук Анатолия Николаевича Асаулова. Здравствуйте! Добрый день! Очень приятно вас здесь видеть. Вы сегодня ключевая фигура этого дня. Мы сейчас подробнее об этом поговорим. А теперь давайте представлю того человека, который вас сегодня сопровождает. И, кстати, к экономическому обществу он тоже имеет непосредственное отношение. Итак, Игорь Савельев, кандидат экономических наук, доцент, руководитель Владимирской региональной организации Вольного экономического общества России. Здравствуйте! Здравствуйте! Итак, сегодня состоялся мастер-класс. Наверное, в привычном понимании мастер-класс это назвать сложно, но, по крайней мере, то, что я сегодня видела в социальных сетях. Расскажите вообще, как может академик дать мастер-класс? Мастер-класс. Обычно академики выступают с лекциями. А если мастер-класс – это что-то практическое? Расскажите, пожалуйста, нам, что сегодня было в ЛГУ? Правильно вы говорите. Что такое мастер-класс? Мастер-класс – это авторская точка зрения на определенную проблему, с одной стороны. А с другой стороны – это демонстрация успехов, в данном случае, научной школы, и освещение тех методов, инструментов и технологий, с помощью которых был достигнут определенный успех научной школы. Вот это и есть мастер-класс. Лекция – это логическое изложение какой-то темы, какого-то материала. То есть, и вот сегодня, тоже отвечая на вопрос, я сказал, что лектор, ученый, который говорит, как бы посыл дает – делай, как я говорю. То есть, вот все, вот как я говорю, так верно. Наставник, который дает мастер-класс, он говорит, делайте, как делаю я, или еще лучше, делаем вместе. Вот это мастер-класс. То есть, я сегодня на примере нашей научной школы делился теми результатами, озвучил те результаты, которые достигла научная школа. И я показывал с помощью чего, за счет чего, с кем и как мы достигали этих результатов. Я считаю, что вот эти, если говорить по западному, кейсы, примеры из жизни и деятельности нашей научной школы, они в один в один никогда не повторятся. Но они, человек, который слушал этот мастер-класс, у него может быть аналогичная ситуация, и он может вспомнить вот то, как мы решали эту проблему, и он может применить эти наши рекомендации, наш опыт, он может применить для решения своих проблем. Антон Николаевич, давайте поясним нашим телезрителям, о какой научной школе идет речь? Научная школа… Там где ее граница, давайте обозначим. Научная школа, она называется «Методологической проблемой эффективности региональных инвестиционно-строительных комплексов». В ней два основных направления. Это экономика строительства и экономика предпринимательства. Это два направления, в которых мы работаем. По этим двум направлениям работал до вот этого года, сейчас на переутверждение, диссертационный совет в нашем университете. И я, будучи как зампредседателя диссертационного совета, все время эти направления развивал. В каждом из направлений есть по 10 направлений научных исследований. По 10. В экономике строительства 10 и в экономике предпринимательства. И вот по каждому из этих направлений мы осуществляли свои научные исследования, публиковали труды, статьи, диссертации и так далее. Игорь Игоревич, вообще, насколько важен приезд вот такой масштабной личности к нам в университет? Ну, на самом деле, в науке, и Анатолий Николаевич сегодня об этом говорил, я исключительно солидарен с этим, очень важна не только преемственность, но и наставничество. То есть, связь поколений. Нельзя создать в науке, если ты даже уникален какой-то, одному что-то. Один в поле не воин? В науке, скорее всего, так. То есть, даже, ну уж, говоря о том, что у нас к вольному экономическому обществу какую-то небольшую такую толику, значит, в создание даже Ломоноса в свое время приложил, да, но, значит, в любом случае работает всегда команда. Но есть лидер, есть руководитель, который наставляет, который делится опытом и который очень часто несет ответственность за то, что делает научная школа и какие успехи она, значит, получает, да, или не получает. Поэтому вот вообще научный мир, он требует вот постоянных, таких перекрестных наставлений, общения. И только, не только в споре рождается истина, да, но и вот в обсуждениях. Потому что Антон Николаевич вообще, я считаю, он приехал не только поделиться, он, наверное, кого-то мотивировал сегодня, может быть, кому-то дал почву для размышлений, обновил, может быть, какие-то мысли, да. Потому что, ну, действительно, масштаб личности, сфера охвата различных направлений и успешно это все было за его биографию показано, да, это, ну, это уникально. Поэтому такие люди должны приезжать и такие люди должны именно наставлять, да, и оставлять свои знания, свой опыт, свою практику, чтобы она множилась. И чтобы в дальнейшем, как бы, каждый из нас, если он может, он дальше это нес в массы, да, и развивал. Это смысл наставничества и смысл, наверное, научной школы и ее основателей. Анатолий Николаевич, ваши впечатления от работы с Владимирской аудиторией сегодня? Я вот хочу чуть-чуть дополнить к ранее сказанному. Вот, вообще-то, все ученые индивидуалисты. А мы сейчас говорили про коллектив. Да, вот вы говорили о коллективизме. Но вот моя научная школа, когда 25 лет назад мы размышляли, как, по какому пути нам идти, то я, поскольку отношу себя к марксистам, потому что я изучал в ВУЗе, в советском ВУЗе, капитал Маркса и так далее. И я на всю жизнь усвоил, что кооперативный труд, он намного продуктивнее и эффективнее труда индивидуального. И поэтому изначально, в самом изначале, вот начальный наш путь был начат с формирования коллектива, распределения направлений деятельности. И мы работали коллективно над всеми нашими исследованиями. То есть у меня передо мной, я сам себе поставил задачу, не выскочить самому куда-то вперед или за счет кого-то, а двигаться коллективно. И все наши труды, 62 тома научных трудов наших книг, они все коллективные. Там только два труда моих индивидуальные. Все остальные коллективные. И этим я горжусь. Это наши коллективные, коллективный труд, коллективные результаты. И вот я отношу именно наши результаты, именно за счет коллективного труда, а не за счет индивидуального. Вернемся к Владимирской аудитории. Да. Насчет Владимирской аудитории. Ну, во-первых, с Владимирскими учеными у меня связи давние. Да, мне я здесь бывал в 2002 году. Первый раз и меня приглашал бывший, ну, в смысле преподаватель этого же университета, генералу Борису Васильевичу, мы с ним много сотрудничали. Он возглавлял Владимирское отделение Академии инвестиций, экономики и строительства. И на этой почве мы очень много общались. Мы проводили совместные конференции. И потом он как-то перешел в пластическую плоскость. И он кандидат наук уже защитил где-то лет 25 назад. А докторскую все как-то не подходит. И советов не было, или что-то. И я предложил ему защититься в нашем совете. И он защищался в Петербурге, в нашем совете. Потом он привозил своих учеников в наш совет, именно строителей. Поэтому у меня опыт общения с Владимирскими учеными был. Я сегодня тоже говорил о том, что заведующий кафедрой у нас Доничев Олег Александрович. Мы с ним тоже лет 35 знакомы. И встречались на различных площадках международных и так далее. Мы познакомились как раз на почве Вольно-экономического общества с моим ангелом-хранителем, который меня сопровождал и продолжает сопровождать. И не только на встрече со студентами, но и в качестве экскурсовода по городу и так далее. Но я как лектор, у меня есть опыт контроля аудитории. И я был поражен, что ни один человек из самой аудитории выходили, там, преподаватели, выходили, там, руководящие работники. Но из аудитории, там, студентов, там, молодых ученых не вышел ни один человек. То есть и все слушали внимательно. Тема настолько была интересная, что из-за полутора часов мы провели два часа. Ни разу не было ни одного, никакого. Обычно всегда в аудитории бывают люди, которые, ну, немного нарушают полное спокойствие. Здесь, ну, вот, я просто благодарю всех слушателей, которые внимательно так слушали. Не было времени на вопрос. Вопросы будем задавать сейчас здесь, в телефоруме. Вот мне так и сказал Игорь Игоревич. Игорь, на вопросы ответишь. Каков сегодня интерес молодежи к научному сообществу? Вот мы говорим, что когда-то во времена, там, была научная советская школа, мысль, быть ученым было очень престижно и важно. А вот как сегодня? Вы знаете, этот вопрос, на него можно по-разному отвечать. Мне часто, как профессору, зададут вопрос, а какая нынешняя молодежь? Вот раньше были, вот мы были, да. А вот, я говорю, великолепнейшая молодежь. Великолепнейшая. Вот, когда мы подготовили три с половиной тонны книг нашей научной школы, мы отправили в Луганск и в Донецк. Вот, и мне помогали студенты, помогали составлять списки, помогали упаковать, помогали отбирать. Мы готовили электронные версии нашей книг. И, как всегда, часто бывает, что у меня там в компьютере или у моих сотрудников остается не последний вариант, а второй, первый, там, еще какой-то, те, которые мы уже правили. Вот они отбирали, помогали. То есть, люди работали, ну, вот, на энтузиазме. Они хотели бы быть полезными. Поэтому теперь я работаю с инноваторами. То есть, это магистранты-инноваторы. Ну, вот, у меня группа каждый год набирается 15 человек. То есть, ну, бюджетная часть, она на 15 человек. Как правило, всегда складывается. Поступает 15, учатся где-то 13. Вот, из них всегда находятся 4-5 человек, очень интересные. Ну, сверх, они уже выше, они выше магистрской программы. Они пишут такие ниры, ну, что вот думаешь, что вот уже чуть-чуть доработать, и можно идти защищать кандидатскую. То есть, и есть очень много мотивированных людей. Как и раньше. Раньше, вот, допустим, была часть мотивированная, часть немотивированная. Сейчас пришли, ну, так, лишь бы родителей успокоить. Сейчас тоже это есть. Но я вспоминаю, какими мы были, и какие сейчас студенты, и какие сейчас аспиранты. Ну, конечно, они, ну, может, слово «умнее» сюда не подходит. Ну, то, что они более образованы, они более мотивированы, и они очень свободно разбираются в этом мире цифровом, быстро находят любой материал. Вот с ними поэтому очень интересно работать. Вот сегодня больше стало возможностей для научного сообщества, для развития научной мысли? Конечно, конечно. То есть, технологически, опять, вот эта цифровизация, да, помогает. Просто вопрос, можно утонуть в этих возможностях, да, и в информации. Вот почему и нужен наставник. То есть, он ту клею прочертит, которая необходима, да, и ты будешь собирать информацию и обрабатывать, и исследовать то, что необходимо. А сейчас, действительно, вот базис, скажем так, молодежи, он гораздо выше, чем был когда-то, и, может, даже в советское время, да. Просто она, может быть, менее дисциплинированна, как бы, да, но с ней хорошо работать в этом плане, потому что здесь нужен творческий подход тоже к ним. Поэтому, вот, допустим, меня тоже иногда удивляет, и неожиданно бывает, это, вот, в частности, вот, один из конкурсов, всероссийский конкурс научных работ молодежи, вольно-экономическое общество проводило. Как ни странно, вот, мы были, действительно, значит, очень довольны. У нас два студента, один выиграл, один спецноминацию взял, Владимирского госуниверситета, буквально в мае месяце, да. Значит, ну, то есть, опять-таки, это такая история, которая оценивает уже результат, как бы, да. Значит, и иногда мы сами, как руководители, а как те, кто ориентировал их на эту работу, мы не можем, может быть, сами взвешенно оценить их. А когда их оценивают более маститые, более экспертные сообщества со стороны, да, это, действительно, ну, кажется, для них более качественной работой, поэтому это, вот, для нас интересно всегда. И заодно к телезрителям сейчас. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос к уважаемым экспертам. Подскажите, пожалуйста, вот, я вижу на экране уважаемого профессора, молодого ученого. А скажите, вот, как мне, как маме, мотивировать своих детей на занятия научной деятельностью, на то, чтобы они захотели пойти в ВУЗ и потом остаться, заниматься наукой и, может быть, участвовать в работе научной школы? А со скольки лет начинает путь развития молодой ученой? Да. Ну, пожалуйста, как вы ответите? Ну, я бы ответил, что... Или это передается по наследству? Нет, не по наследству. Я приведу пример. И вот я, как бы, я же наставник, поэтому конкретно привожу пример. Моя внучка заканчивала бакалавриат и не собиралась идти в магистратуру, не собиралась заниматься научной деятельностью. Но когда я ей рассказал, чем занимаюсь я, насколько это интересно, когда я предложил ей написать статью для конференции, ну, тогда конференции в онлайн выходили, это были, ну, пандемия и так далее, онлайн были. Она прислала статью, мы ее опубликовали в качестве выступления, и у нее вот появилась искорка. И год она пропустила, потому что не готова была на следующий день после окончания вуза поступать в магистратуру. Но через год она поступила в МГУ магистратуру, и сейчас учится на маркетинге, и очень с интересом учится, и это нравится. И я думаю, что она и дальше будет заниматься научной деятельностью. Вот на примере я поясню. Да, да. Игорь Игоревич, как вы ответили бы на вопрос телезрительницы? Как мотивировать? Ну, вы знаете, все-таки, на мой взгляд, с детьми, конечно, сложно начинать работать прям с раннего возраста, потому что иногда кажется, что родители видят в них тех, кем они, может быть, в перспективе реально по своим способностям не являются. Но самое важное, мне кажется, здесь, да, это яркий пример, яркий пример, значит, успеха и увлеченности. Вот в науке важно, мне кажется, сочетание вот этих двух, значит, категорий успеха и увлеченности, потому что одно мотивирует и создает другое, как бы, да, значит, и, наверное, вот от человека зависит. Я вот сам могу по себе, может быть, даже присоединиться вот к примеру Анатолия Николаевича. Значит, я сам случайно, по сути, попал в научное направление, причем это совершенный человек не из науки, он просто мне вот показал, что посмотри, может быть, тебе будет интересно, я пошел сначала преподавать. Это уже было 15 лет назад. Значит, и вот какое-то время, поработав преподавателем, значит, уже начав учиться в аспирантуре, значит, я понял, что мне это интересно, я могу что-то здесь придумать, сделать. Потом начались научно-сельские работы, значит, там мы уже, в принципе, действительно занимались поиском, я понял, что я увлекаюсь поиском, мне нравится анализировать, мне нравится выводить что-то из этого, да, какие-то делать, может быть, для себя, значит, интересные решения. И впоследствии это все завлекло постепенно. То есть, как бы методики как таковой, мне кажется, вот алгоритма нет, да. Здесь очень многое имеет случай, значение, да, и, наверное, вот как раз это сочетание, о котором я сказал, да. Не могу не спросить, Анатолий Николаевич, вы из Питера, только сейчас открылся Петербургский международный экономический форум, и здесь, конечно, все внимание экономического сообщества приковано к этому событию. Наша делегация Владимирская тоже там вроде как плодотворно уже поработала. Как бы вы сегодня сформулировали основные вопросы экономической повестки России? Ну, экономическую повестку озвучил президент, вот. Ну, то, что мне интересно, мне интересно, вот, допустим, инновационное поле. И я вот приеду, я просмотрю все выступления, я просмотрю все завтраки, там, все, что было, все, что касается инноваций. И, естественно, я это при следующей встрече со студентами, я это уже буду с ними прорабатывать, разрабатывать, что-то, может быть, мы положим в основу наших исследований и так далее. То есть, вообще для меня Петербургский экономический форум, я в нем принимал участие с самого первого. Первый состоялся в 97-м году. Тогда это был Петербургский экономический форум, и он не был международным. Организовал его Совет Федерации Егор Строев совместно с Межпарламентской ассамблеей СНГ при активном содействии Вольного экономического общества. Гавриил Харитонович отвечал за научную составляющую этого экономического форума. А поскольку мой учитель, он работал в Вольном экономическом обществе, Ленинградской организации еще тогда, и он меня тоже к этому привлек. И до 10-го экономического форума он проходил в Таврическом дворце. И это было как раз организаторы Совета Федерации вместе с Межпарламентской ассамблеей. С 11-го форума его принесли на другую площадку, на Васильевский остров, и он уже стал региональным международным, и он уже стал под как бы главное действующее лицо там президенту. Если там были законодатели стран СНГ, и он создавался, чтобы СНГ как-то сплотить, то здесь уже именно мировая повестка и так далее. И до 15-го года я абсолютно посещал все эти форумы, участвовал в пленарных заседаниях, участвовал в различных дискуссиях и так далее. Я считаю, что... Ну, его не зря назвали когда-то Давосским. Ну, хоть сейчас, правда, Давоский он выродился, он стал больше политическим, не экономическим, а нас экономическим. Меня, например, очень радует, и я не могу не порадоваться количеству зарубежных делегаций. Ну, не пошло у нас в Европу, не будем говорить почему, но есть другой мир. И вот Россия нашла путь в тот мир, и она укрепляется, закрепляется. И я думаю, что здесь большое будущее, и вот этот Петербургский форум, его надо еще осмыслить, он еще идет до пятницы. Но я думаю, что он, ну, как бы имеет большую перспективу. А есть еще звонок телезрительницы. Добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот сейчас в некоторых кругах экономистов обсуждается вопрос, чтобы в нынешних условиях перейти от рынка к плановому регулированию нашей экономики. Скажите, как вы к этому относитесь? Спасибо за такой глобальный вопрос. Да, я к этому отношусь так, что дважды в одну и ту же реку вступить невозможно. Плановая экономика, она была эффективна в тот период, в период командной экономики, в период, когда мы выходили из руин после гражданской войны, после отечественной, период индустриализации и так далее. Сейчас у нас уже рыночная экономика. Россия очень хорошо вписалась в рыночную экономику. У нас очень, в нашей стране, очень хорошие экономические показатели. Вот, и поэтому я, как ученый, и среди моих коллег, с кем я общаюсь, кто у меня на связи, у нас ни у кого не возникает мысли о том, что нам нужен госплан. Другой вопрос, что в период мобилизационной экономики, вот как сейчас, должны быть какие-то элементы плановой экономики. Это может быть. И над этим работают и ученые, и политики, и так далее. Ну, полностью переходить там на госплан и так далее. Ну, это уже прошедший этап. Здесь уже возвращаться смысла нет. Итак, первая часть эфира уже прошедший этап. Вернемся во второй части. Оставайтесь с нами. Мы возвращаемся в студию и продолжаем разговор с нашими гостями. Вот, кстати, вернемся к теме вольного экономического общества. Старейшая организация. У нас Анатолий Николаевич является членом президиума. А Игорь Игоревич у нас руководитель регионального отделения. Давайте начнем вообще. Для чего нужно такое общество? Насколько сегодня оно принимает участие в экономической жизни, в научной деятельности, в подготовке новых кадров? Каковы цели и задачи? Ну, я бы сказал, что подготовкой научных кадров или кадров для народного хозяйства вольно-экономическое общество не занимается. Там в основном обкатываются какие-то новые идеи, новые направления и так далее. Вольно-экономическое общество, организованное еще Екатериной Второй, мы уже там, и выдающиеся люди, которые участвовали в работе экономического, вольно-экономическое общество, практически выдающие ученые, кто не участвовал, нет. Это и Эйлер был великолепный, высокого уровня математик. Это и Менделеев. Ну, тут перечислять всю элиту нашей науки. Все они прошли через вольно-экономическое общество. Вольно-экономическое общество просуществовало до Октябрьской революции, потом оно было упразднено, и потом уже было восстановлено уже в настоящем виде, уже в период рыночной экономики. И, конечно, главная заслуга в этом говорил Харитонович Попова. Вот, он своим авторитетом, харизмой сумел поднять до такого уровня это общество. Меня с этим обществом связывает, я уже сказал, с 1997 года я с этим обществом. И я сегодня на мастер-классе говорил о том, что я в науку пришел с производства. Я 35 лет отработал на производстве, в строительстве, и пришел в науку. Естественно, это люди другие, чем на стройке. Это и менталитет людей другой, и поведение другое, и терминология. Это все другое. И я поначалу комплексовал. У меня не хватало терминологии, допустим, общаться с людьми, с академиками, с маститыми профессорами. Потому что у меня другая была терминология. Общаясь на различных мероприятиях с великими учеными, нашими современниками, я приобретал какую-то уверенность. У меня очень много фотографий общения с Абалкиным, выдающимся нашим ученым. Вот здесь мы вспоминали Дмитрия Евгеньевича Сорокина. Практически вольноэкономическое общество предоставило мне возможность общаться практически со всеми академиями, членами корреспондента Академии наук, ныне действующими. А это же потенциал. Я от них подпитываюсь. Если я выступаю на конференции, и меня какой-то академик поддержал, и там что-то сказал или посоветовал, это же какая поддержка. Это придает силы, придает уверенность. Мне очень нравятся конференции, которые проводит Вольноэкономическое общество и Международный Союз экономистов. Кстати, совсем недавно в Петербурге был съезд. И в рамках съезда Вольноэкономического общества, где избирали руководящие органы, где меня переизбрали снова членом президиума, где избрали на новый срок председателя, руководителя Вольноэкономического общества Бодрунова. И там была очень мощная научная часть. Я практически в тот день, у меня была лекция, и я помечал себе то, что говорить, и я практически в тот же день, вечерником, я все изложил, о чем говорили. Потому что это была очень актуальная тема. Это на поверхности то, что вот было. Поэтому я считаю, у меня даже была статья, которую я написал и опубликовал в журнале, «Без Вео Россия была бы другой». И я там вывожу свои выкладки, что сделала за период существования, сделала эта организация, и так далее. Я и в этом уверен, что без Вео Россия была бы другой. Это самая старейшая организация, одна из самых старейших организаций Европы общественная. Не то, что Россия, Европы. Европы, да. То есть как на региональном уровне у нас, эта организация, как вы здесь вносите вклад в развитие научной мысли? Ну, здесь надо обязательно отметить, что у нас вольноэкономическое общество было, по сути, сформировано как отделение в новой России. То есть это, в принципе, для Владимирской области не такая большая история, да, значит, и большое значение в формировании, становлении, в развитии на начальном этапе и в дальнейшем, да, для Вольного экономического общества регионального отделения Владимирской области имел Юрий Алексеевич Дмитриев. Доктор экономических наук, профессор, тоже огромный эксперт во многих сферах. Кстати говоря, одно из подразделений плановых органов в советской экономике он возглавлял у нас в регионе. Значит, ну, по сути, масштаб личности Дмитриева Юрия Алексеевича для Владимирской области, это, ну, как бы, безальтернативен, да, в научном сообществе. Поэтому я пришел в Вольное экономическое общество как его помощник не так давно. Могу сказать, что для меня лично это, наверное, в первую очередь большая ответственность, потому что это действительно старейшая организация общественная, 1765 год. Значит, в основе, да, идеи Екатерины, ее непосредственно на тот момент элиты, да, значит, и это в первую очередь и тогда было, и сейчас для России экспертное сообщество. То есть те, кто могут выразить такие важные мысли в нужное время, да, и не зря вот сегодня сказал сейчас Анатолий Николаевич, то, что много конференций проходит различных, они все, по сути, в повестке. То есть вот сейчас будет в конце июня, там не конференция, там получается круглый стол, связанный с реформой экономического образования в России. То есть они четко работают именно экспертно, эффективно по повестке, которую ставит руководство страны. Это очень важно. То есть они помощники. То есть не зря девизом вольного экономического общества, изначально, который закладывала еще Екатерина, одно слово всего, полезные, да, и пчелиные улей, как символ, там, да. Значит, соответственно, ну и второй момент, который тоже подчеркну и присоединюсь к Анатолию Николаевичу, это среда. Ну, на самом деле, в эту среду влиться можно, только если она тебя примет, значит, то есть ты как бы здесь не то, что свой-чужой, а именно как бы ты здесь ментально должен быть близок по духу. Значит, это никакая не каста, то есть это именно сообщество такое, да, экспертное, оно живое, оно гибкое достаточно, да, и оно важное, что тоже нужно отметить. Поэтому, наверное, вот эти две составляющие мы, значит, видим однозначно в своем отделении. Ну и по сути сейчас отделение, вот, ну как я руководителем стал не так давно, буквально вот с конца ноября месяца прошлого года, значит, оно, как бы, вот, наверное, новую жизнь такую сейчас принимает, да, с обязательной памятью и уважением к предыдущим отцам-основателям и в частности в обязательном порядке к Юрию Сеевичу Дмитрию. У нас есть звонок телезрительница. Татьяна, добрый вечер, слушаем вас. Татьяна, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Вот, вы знаете, я люблю сейчас смотреть, кроме вашего канала, канал «Российский бизнес-канал», РБК. Вот, и сегодня была тема, она, как раз, вот, созвучна с Петербургским международным экономическим форумом. И там обсуждалась тема, один из вопросов был, это вопрос о дополнительной приватизации. На РБК, значит, был там приглашен политолог, ну, достаточно взрослый, уже серьезный мужчина, и вот он, значит, сказал, что эта приватизация принесет негативные моменты в нашей экономической жизни страны. Вот я хочу знать мнение ваших гостей по этому поводу, если можно. Спасибо. Да. Ну, я принимал активное участие в первой волне приватизации, я же был руководителем советского предприятия, потом мы акционировались, было акционерное общество, вот, и так далее. то есть, но тут вопрос больше всего у всех на языке, что приватизация была проведена неправильно, по мнению большинства населения, и так далее. Многие на роль Чубайса как бы переводят стрелки. Ну, я что хотел сказать, да, действительно были ошибки, много было ошибок, мы делали это впервые в нашей стране, и много мы не понимали, ведь мы делали поддеструктовку Запада, у нас же все консультанты были американские, которые нам указывали, как нам надо делать, и как нам надо приватизироваться, и они же много увели от нас нашего богатства, имущества, активов наших, и так далее. То есть, сейчас вопрос, я не видел, в каком контексте вот идут дискуссии о современной приватизации, о чем был задан вопрос, но я считаю, что приватизация может быть, может быть, ну, нужно ее хорошо готовить, нужно просчитывать, и чтобы она не была такая хаотичная, бесплатная практически, и чтобы она не была в пользу отдельных каких-то лиц. Любая приватизация, она должна быть на пользу государства. Вот это вот мое глубокое убеждение. Сегодня открылся памятный стенд, посвященный Юрию Алексеевичу Дмитриеву, о котором мы сейчас говорили, как вы оцениваете вклад этого научного деятеля здесь в регионе и в России? Вы знаете, я могу сказать о нем как о региональном лидере вольно-экономического общества. Я на этом поприще с ним встречался, и поскольку у него очень богатая жизнь общественная в партийных государственных органах, то он мне дарил книги о своих воспоминаниях, о своей работе, своими размышлениями. И для меня человек в первую очередь был этим интересен. В части науки я тоже уже говорил, что мы тоже пересекались. У них в аспирантуре, у него в частности была аспирант, которая выполнила свою диссертацию на стыке наук, на стыке списка утвержденных ваком. И когда он обратился ко мне, то мы ее немного доработали под наш совет, и она у нас великолепно защитилась. То есть в этом плане тоже мы с ним работали. А вообще-то это выдающаяся личность я очень с глубоким уважением к нему и симпатии. Я сегодня об этом говорил на открытии стенда. Ну и для ВЛГУ конечно бесспорно важно открытие такого стенда. Ну да, дело в том, что действительно Юрий Алексеевич не так давно ушел от нас 20 марта буквально этого года. Значит, и мы к сожалению, я вот к большому сожалению еще раз хотел бы отметить, мы не успели при жизни это сделать, что работали с архивами, с его, описывали кратко основные моменты его биографии. Этот стенд, он должен был быть именно о его деятельности, да, о его профессиональной деятельности, о его наставничестве, о его научной работе там и так далее. но неофициально он был открыт ранее, сегодня просто такой повод очень хороший, значит, и мы сделали это еще раз не только для университета, института, но и в первую очередь для его родных и близких, которые сегодня все присутствовали, несколько поколений его семьи, что очень важно, это для них очень важно в первую очередь, да, и, ну, закрепить эту память, как бы, да, и отдать дань уважения, это то, что мы должны делать обязательно. Вообще, я должен, вот, минутка, минутка времени. Я хочу сказать, вот, у меня была сегодня экскурсия по ВУЗу, и я оценил деятельность руководства ВУЗа по поводу воспитания молодежи, в чем это выражается, вот, заходишь в университет, и сразу видно, место, где перечислены все заслуженные деятели науки Российской Федерации, которые работали в этом университете, с ихними фотографиями, деятельностью и так далее. Это же, какой пример для молодежи, это же молодежь приходит и говорит, если вот здесь столько работало заслуженных деятелей науки, значит, я пришел в правильный ВУЗ, понимаете, и в этом же порядке и этот стенд, и другие, и так далее. То есть, вот, мне кажется, в этом направлении надо особенно много работать, чтобы молодежь видела, куда она приходит, и с кем она, кто их учит, кто у них наставники. Я напомню, что сегодня у нас в студии были Игорь Савельев, доцент в ЛГУ и Анатолий Асаул, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Спасибо огромное за интересный, очень содержательный разговор. Спасибо, что посетили нас. Надеемся не в последний раз и будем еще возможность вот так вот встретиться и вживую пообщаться здесь в эфире. Спасибо. Спасибо. До новых встреч в телефоруме. Спасибо, что сегодня были с нами.